В Евросоюзе у Великобритании всегда было особое место. Лондон по-прежнему скептически оценивает европейскую интеграцию. Королевство не вступило в зону евро и не стало присоединяться к Шенгенскому соглашению. Да и референдум об отделении от европейского содружества в Великобритании в прошлом уже проходил. Что такое Brexit? Акроним Brexit, British Exit, появился по аналогии с Brexit, выходом Греции из еврозоны. Новая дискуссия об отделении от Евросоюза идёт в Великобритании примерно пять лет. В Лондоне с его фунтом были недовольны, что его просят решать проблемы еврозоны. Провести плебисцит премьер Кэмерон в первый раз предложил ещё в 2013 году. После победы на выборах в прошлом году политик заговорил уже конкретней. Впрочем, сам Кэмерон предпочёл бы, чтобы его страна осталась в ЕС, но при условии реформирования ряда европейских институтов и законов. Претензии Лондона Брюссель стремится к единой экономической политике. Лондон нет. Лондон также требует от Евросоюза не ущемлять интересы тех стран ЕС, которые не являются членами еврозоны, настаивает на усилении роли национальных парламентов и создании условий для ускорения роста экономики за счёт сокращения бюрократического аппарата ЕС и уменьшения количества европейских предписаний. Дэвид Кэмерон настаивает на том, чтобы иммигранты из других стран ЕС получали право на пособие в Великобритании лишь после четырёхлетнего проживания на территории этой страны. Страхи Брюсселя Брюссель относится к возможному Брекситу крайне болезненно и старается найти компромисс с Лондоном. Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что выход Великобритании грозит Европейскому Союзу распадом. Экономические эксперты говорят о многочисленных негативных последствиях для рынка труда, объёмов торговли и инвестиций. Брексит может стать угрозой для роста европейской экономики. Также могут вырасти сепаратистские настроения в самой Великобритании.